Стофету от Сергея Анатольевича, видимо, важный звонок. И, собственно, мы продолжаем сводного над расширенной технико-экономический вебинар. И, собственно, в первую очередь хотелось бы понять, сколько у нас новичков присутствует, потому что мы статистику ведем, и многие действительно пишут на вебинар, потому что это как минимум интересно, это как минимум зацепляет. И меня зацепило очень и очень серьезно еще в 2014 году, когда я смотрел вебинар маленький. И, кстати, это хорошая практика на самом деле, дорогие друзья, практика вебинаров, когда в маленьком окошечке в правом верхнем углу человек вещает, и нужно действительно присматриваться и прислушиваться к информации. И если вы желаете ее услышать, слышащий да услышит, как говорится. И многие из нас с вами услышали эту информацию. И, собственно, сейчас, передавая слово Сергею Анатольевичу, я хотел бы вам сбросить два вебинара, которые категорически рекомендую посмотреть. Это действительно финансовый эксперт, это действительно инвестиционный эксперт. Ну, соответственно, свое мнение скажет Сергей Анатольевич, а я тоже далее. Сергей Анатольевич? Да, друзья, я извиняюсь за эмоциональный выкидывай, поэтому если вдруг что-то подвиснет это, Алексей, ты сразу на подхвате будь, потому что у меня уже три раза сейчас выбросило из комнаты. Ну, опять же, нет худа без добра, как раз тут позвонил еще как раз по скайпу сейчас Анатолий Дуарович Юницкий там с последними новостями, поэтому, друзья, прям передаю последние новости, которые вот только-только идут из Минска по общению с Родом Хуком. И мы как раз с Алексеем хотели сегодня несколько... Почему мы показали сейчас все репортажи, которые прошли в Австралии буквально месяц назад, которые инициировал Род Хук? И вообще, кто он такой? Потому что это несколько, друзья, уже история внутри нашего развития проекта, которые прошли за вот эти вот два с половиной, практически три года. И здесь можно очень важно сказать, что само появление Род Хук, ему сейчас 82 года, это весьма состоятельный, состоявшийся уже человек, который был и в серьезном бизнесе, и в серьезной политике, и достиг очень многого уже. И казалось бы, что в таком преклонном возрасте можно спокойно уже наслаждаться спокойной жизнью. Он, друзья, опять же, через наших активистов, тех людей, которые нашли это из структуры женщины, из структуры Алексея, которые живут в Австралии, нашли Род Хука. Полгода ему давали информацию обновляемую, то есть постоянно поддерживая интерес. После этого была встреча в Скайпе, сначала просили, чтобы он со мной встретился, потом с Алексеем Суходоевым, потом с Виктором Бабуриным, потом организовали встречу в Скайпе с Антоли Дарчем Юницким, а закончилось тем, что четыре месяца назад Род Хук приехал с экспертами, посмотрел, вник в технологию. Это, кстати, к слову, вот этих вот, так называемых, как я их называю, вот этих экспертов, которые говорят, я за вами четыре года или три года слежу, у вас нет никакой технологии. Друзья, мне просто неохота с такого рода экспертами разговаривать, потому что кто хочет разобраться, это Род Хук. У нас есть еще примеры очень серьезнейших бизнесменов, серьезнейших именно инвестиционных людей, которые приезжают, сами знакомятся, своими глазами смотрят, потому что для того, чтобы серьезно работать, надо быть 100% самому убежденным, что технология работает, что Юницкий действительно делает то, о чем он говорит, что действительно декларируемые и реальные вещи, они совпадают, и что сегодня вот по результатам могу сказать, что Род Хук просто превзошел, он говорит, я понимал, что вы делаете, но такими темпами и с такими результатами, а когда Анатолий Дуарович показал ему еще результаты продувки в аэродинамической трубе, я не буду называть цифры и коэффициенты, пускай он сам это озвучит, но я могу сказать, что она практически приближается к идеальным, а как сказал Анатолий Дуарович Юницкий, я тут как специалист, друзья, могу оценить, что он даже превысил идеально рассчитанное аэродинамическое тело, которое рассчитал Жуковский в конце 19 века, на основании которых расчетов братья Райд подняли первый самолет. И сегодня по результатам продувки в аэродинамической трубе в Санкт-Петербурге это превосходит по тем показателям, которые рассчитал Жуковский. Теоретически это возможно, потому что Жуковский продувал и рассчитывал профиль аэродинамического, именно который осуществляет подъемную силу самолета. А Юницкий продувал в аэродинамической трубе уже законченное тело, прототип, которое движется в пространстве. И у него нет крыльев, у него нет движителей, которые находятся вовне, и нет аэродинамического парашюта, который тянет за собой любое тело, перемещаемое в пространстве. И сегодня в Юнибусе это все находится внутри, поэтому аэродинамика просто не может быть ни с чем сравнена. И это оценить как раз, друзья, может только специалисты. Вот Ротхуд как раз посмотрел и строительство, которое идет, и конструкторское бюро, как работает. И уже ему показали юнибайки, которые ездят по офису. Тут я уже могу вам сказать, что, друзья, это можно, наверное, уже говорить. И мы все с вами в октябре и в сентябре это увидим. То есть есть разная концепция сегодня не только по струнам, но даже и по офису может ездить Юнибайт. Поэтому это, друзья, все развивается, делается. Он посмотрел свою производственную мощность, которая сегодня есть, и он увидел, что создан и работает готовый комплекс, который может сегодня осуществлять реализацию проекта. А началось все с того, что ему предложили стать участником проекта. Естественно, сначала он заинтересовался это как профессионал-транспортник, потом уже как инвестиционный профессионал, который создает именно инфраструктурные проекты. А сейчас он просто, скажем так, партнер, большой патриот Скайвея. И я могу сказать, наверное, без преувеличения, личный друг Антона Дачи Юницкого. И человек, который действительно искренне продвигает проект. И сегодня, благодаря ему, уже поступают очень интереснейшие бизнес-предложения с точки зрения крупнейших строительных компаний Австралии, крупнейших компаний, которые разрабатывают, соответственно, месторождения железной руды и угля. Это все, друзья, начало большого-большого пути, большой работы. И это как раз пример того, когда профессионалу надо, ему интересно, то он и с другой конца света, с другого континента прилетает в Марьину Горку. И это уже второй его приезд большой делегации для того, чтобы двигать проект дальше. Вот это, друзья, действительно подход, это действительно профессиональный взгляд на вещи. А когда какой-то специалист, ковыряя в носу, мне тут прислали недавно опять какой-то лысый крендель, комментирует и говорит о том, что Юницкий делает не так и что не так, но это, друзья, вызывает просто, ну, мягко говоря, отвращение, а когда люди врут, то это вызывает просто уже, так сказать, возмущение. И я могу сказать, что две недели назад мы с одними врунами в суде, в Белорусском арбитражном суде, в общем-то, получили решение, их обязали на сайте вывесить опровержение, это я имею в виду и Узлова, и Дуботовку, и всех этих деятелей, которые притащили в суд какой-то сброд каких-то лжесвидетелей, которые там, тыкая пальцем, я не знаю, во что, рассказывали, что они в свое время убирали мусор на полигоне, а сегодня они лжесвидетельствуют против генерального конструктора Юницкого. Понимаете, это просто вызывает, ну, несколько непонимания, и благодаря высокой профессионализму судьи, который отработал, я мало видел судей с таким высоким профессионализмом, сегодня создана юридическая основа о том, чтобы сегодня четко заявить, что никто, кроме как инженера Юницкого, не может претендовать на авторство ни строительного стенда в озерах, ни на струнные технологии Юницкого, ни на технологию Skyway, которая сегодня есть. И мы, соответственно, друзья, продвигая и развивая это направление, сегодня видим, как Родхук, как это уже наш серьезнейший сегодня флагман, сегодняшний серьезный партнер, который именно пришел в проект благодаря работе самой краудинвестинговой системы, который познакомился, включился и сегодня работает именно как часть и элемент этой системы. И эти результаты, конечно, не могут не радовать. Алексей сейчас еще скажет свои комментарии, свои подходы именно к тому, как развивается. Но для меня это как раз очень важно, с учетом, что я сейчас очень много, друзья, трачу времени в день. И здесь многие, может, и сегодня Алексей Васильев, наверное, и еще очень многие люди подтвердить о том, что выводят очень большое количество бизнесменов. И сам Анатолий Эдуардович тут недавно попросил меня встретиться в Скайпе с большим количеством инвесторов и чиновников большого уровня, которые сегодня интересуются и готовы приходить в проект. И мы с Алексеем сегодня эту работу именно консультационную ведем для того, чтобы люди подключались, сделали, получали полностью исчерпывающую информацию и финансировали проект. И даже послезавтра я лечу в Германию, в Ганновер, именно где там в небольшом городке рядом с Ганновером, проводится встреча именно уже профессиональная с инвесторами. Там европейское агентство инвестиционных проектов. Раз в месяц, ну раз в два месяца они проводят такой клуб, куда собирают 50 инвесторов, готовых инвестировать. И для них надо провести презентацию в течение 15 минут проекта. И дальше они принимают решение, интересно им, неинтересно. И дальше идут круглые столы с теми проектами, которые есть. И то, что я вначале, друзья, анонсировал, для меня будет очень важная такая встреча, когда в 15 минут надо будет сделать очень емкую презентацию именно для профессиональных инвесторов, которые готовы вкладывать деньги, заинтересовать их, а потом провести расширенную презентацию. И естественно, что, друзья, это для меня несколько экзамен, потому что все-таки, когда встречаешься вживую с 50 людьми, которые смотрят и готовы инвестировать, но их надо убедить. И как раз это, друзья, вопрос о том, что зачем мы с Алексеем 4 месяца проводили вот эти вводные вебинары, когда оттачивали именно каждую фразу, оттачивали подачу информации, оттачивали именно восприятие для того, чтобы в любой момент вот такой вот можно было провести работу. И для меня вот лично будет небольшой такой экзамен. Во-первых, надо будет провести презентацию, заинтересовать, а второе уже отработать потом на круглом столе. И здесь мы еще более усложняем эту задачу, друзья. Мы обязательно сделаем эту презентацию. Она будет в субботу, 18-го числа, в районе 10-30-11. Мы обязательно сделаем ее в Перископе, поэтому у меня просьба к вам, кто еще не пользуется Перископом, установите себе программу, потому что мне нужна будет поддержка, мне надо будет, что меня смотрят люди, которые верят в проект, и, соответственно, это еще и некая ответственность, чтобы вы видели, как будет проходить презентация, какая будет на нее реакция. А дальше мы с вами посмотрим некий элемент состязательности, потому что будет презентовано 10 проектов, и, соответственно, после перерыва у нас еще 18-го числа будет телемост, который будет вести Володя Маслов с Алексеем Суходоевым именно по результатам. Я обязательно туда включусь, и после этого будет вторая часть, когда мы с вами все увидим результаты и в процентном соотношении сможем оценить, какое количество людей пришло именно на Skyway после 15-минутной презентации из 10 проектов. Поэтому, конечно, важный такой момент, друзья. Я серьезно волнуюсь, я серьезно, скажем так, отношусь к этому, я готовлюсь, но я думаю, что нашими общими усилиями мы это сделаем. Поэтому это просто, как я уже говорил, это моя просьба личная к вам, что подключитесь в Перископ, и там обязательно есть такая функция поддержки. Ну и второй момент, это все-таки действительно будет живая работа, когда будет в прямом эфире презентация для 50 очень серьезных инвесторов, потому что это инвестиционное агентство работает таким образом, что оно выбирает таких людей, и когда они собираются, это люди, которые уже готовы воспринимать информацию и принимать решения. То есть это уже, скажем, такая финальная стадия, и как раз от того, как подать этот материал, будет зависеть, как они будут двигаться дальше. Так вот, друзья, теперь Ротхук, который сегодня находится в Минске, который еще до конца этой недели, даже начала следующей недели, будет работать и в Минске, и в Марьиной Горке. Это начало больших инвестиционных проектов, потому что сначала речь вы видели из репортажа, что о небольшом участке сначала 500 метров, теперь километр. Сегодня Ротхук уже обсуждает несколько, ну, уже ряд полномасштабных больших проектов, которые сегодня рассматриваются на территории Австралии, и уже ведутся переговоры и с правительством, и с крупными инвестиционными структурами, которые будут, соответственно, развивать и двигать эти проекты, причем абсолютно уже во всех направлениях представления Skyway. Это и легкая трасса, и городская полноценная трасса, аналог метро, и скоростная дорога рассматривается, кольцевая вокруг Австралии, и конкретные проекты по разработке месторождения железной руды и угля для того, чтобы двигать. Поэтому работа идет очень большая, и, естественно, это я уже как аналогию провожу, что когда проводили московскую конференцию месяц назад, ко мне подходит женщина, и говорит, вы будете в Германии, а у меня очень хорошие контакты с бывшим министром транспорта Германии. Вы не будете против, если он придет на конференцию, и у вас будет с ними встреча. Я прям засмеялся, я говорю, да, конечно, нет, потому что один бывший министр транспорта Южной Австралии пришел к нам, Ротхук, и сегодня это большая, мощная, серьезная работа. Поэтому, естественно, что такие встречи, они всегда несут в себе большой потенциал, и всегда можно будет сказать, что вот тоже это привели именно наши люди, из нашей инвестор-проводящей системы, просто это на тот ответ на те вопросы, которые мы отвечали еще два года назад, когда писали в чате, вот я простой человек, я не могу, мне нравится ваш проект, чем я могу помочь, и что сегодня можно сделать. Так вот, друзья, сегодня 100 тысяч активных инвесторов, которые инвестируют ежемесячно в проект, это, друзья, и есть ответ, это и есть то участие, которое сегодня позволяет двигать проект, которое позволяет сегодня показывать это на ведущих выставках мира, что будет в сентябре, и это будет, скажем, такой мировой экзамен по именно представлению технологий Skyway. А в октябре, когда мы будем проводить наш Октябрь-фест, это уже будет мировой показ и уже открытие части технологий для того, чтобы инвесторы и заказчики, именно на них будет ориентироваться, это демонстрация о том, чтобы они увидели реальность и возможности этой технологии и увидели инвестиционные возможности, которые в ней заложены. Причем, друзья, здесь тоже надо четко понимать, что первыми заказчиками трассы Skyway и первой линии Транснета, это являемся мы с вами, и Экотехнопарк, Марина Горка, это не что иное, как первый адресный проект, который финансируется сегодня за счет инвест-проводящей системы, которую мы с вами создали. И в завершение, друзья, еще один небольшой такой нюанс, прежде чем передать слово Алексею Суходоеву, то есть вы видели, сегодня подключается ряд уже серьезных финансовых аналитиков, к нам это Виктор Тарасов, мы сегодня начинаем уже работать над тем вопросом, который задают, а что будет дальше. То есть по нашим прогнозам, октябрь-ноябрь, после проведения сентябрьской презентации мировой, потом октябрь-феста, потом презентации для ведущих инвесторов и заказчиков технологии, вход в корневую технологию с точки зрения краудинвестинга, как он сегодня, он будет трансформирован. И здесь мне задают вопрос, друзья, а как же мы, так сказать, так вот я могу вам четко сказать, друзья, чтобы вы осознавали ценность того, что мы с вами сделали. У нас сегодня сотни, а к тому времени будет уже не одна и не две сотни тысяч людей, которые активно инвестировали и получили за счет венчурных премий, очень существенные пакеты. Так вот я могу сказать, мы вам сделаем следующее предложение, это сформировать уже свой инвестиционный фонд, куда внести эти пакеты и эти инвестиции осуществлять уже в адресные проекты с использованием технологии Skyway, которые будут приносить очень существенные прибыли. И я могу сказать, что тот фонд, который мы с вами сформируем, это будет крупнейший инвестиционный фонд технологии Skyway и построения линий Транснет. А насколько он крупный, друзья, сами посмотрите на свои пакеты, оцените. И сегодня в этой аудитории находится очень много людей, у которых пакеты исчисляются миллионами. И, соответственно, это серьезная уже инвестиционная мощь, которая будет оценена по номиналу. И дальше, когда это будет идти в проекты, то это, друзья, следующая очень важная работа. И, естественно, что для этой работы мы будем формировать свой финансовый инструмент, мы будем формировать свой инвестиционный фонд, свой инвестиционный банк, который будет запускать эту работу. И здесь, друзья, я заметили, я допускаю опять очень редкий термин и редкое слово, которое сегодня звучит. Это «мы будем». Когда три года назад мы начинали, мы говорили, мы будем создавать конструкторское бюро, мы будем получать землю, мы будем строить, мы будем демонстрировать, мы будем сертифицировать, мы будем показывать, мы будем привлекать инвесторов, будем делать адресные проекты и так далее. Это, друзья, мы говорили три года назад. Сегодня этот термин практически ушел из наших вебинаров, из нашей работы, потому что мы говорим, это сделано, сделано вот это, сделано. И поверьте мне, друзья, насколько приятнее говорить, что сделали вот это, особенно когда смотришь Михаила Кириченко, который делает такие живые и очень интересные репортажи, то это, друзья, совсем по-другому. Так вот сейчас мы опять произносим слово будет, то есть мы создадим свой инвестиционный механизм и создадим свой инвестиционный банк, который будет инвестировать и делать именно в адресные проекты с применением технологии Skyway. И еще одно очень интереснейшее направление, друзья, пойдет, это группа технологий SkyTech, которую разрабатывает именно инженерная школа Анатолия Юницкого, которая предложит еще ряд технологий, ряд очень интересных направлений, которые также будут очень серьезно капитализироваться, которые имеют такую же степень проработки, как Skyway. И я вам говорил, что группа технологий SkyTech, она идет в следующий, так же, как за интернетом идет Transnet, так же, как за Transnet пойдет SpaceNet, так же сегодня за HighTech идет следующие технологии, какие должны быть. High, там High High, там Super High, ну то есть над высокими технологиями. Мы, естественно, назвали, исходя из инженерной школы, то, что сегодня локомотивом является технология Skyway, то есть, который дал вот этот ЗИЛ, уходящий в небо. Соответственно, эту группу технологий назвали SkyTech. И я могу сказать, что вот у этой группы, у нашей инвестиционной группы, которую мы с вами уже фактически создаем, и мы с вами фактически являемся участниками этой группы, просто сегодня мы проинвестировали небольшие суммы, которые за счет умножения на венчурные премии, которые сегодня даются в виде дискаунтов, дадут очень серьезный инвестиционный пакет. Так вот, дальше мы с вами, друзья, уже будем профессиональными крупными инвесторами, которые могут вкладывать уже не десятки и сотни долларов, а сотни тысяч и миллионов. И они будут также приумножаться, и это будет также очень серьезная работа, которую мы сегодня с вами делаем. Поэтому мы с вами стоим на начальном пути, но, друзья, нам уже есть, что посмотреть за то, что сделано за эти два с половиной, в октябре будет три года. Нам есть, что сегодня продемонстрировать заказчикам и крупным инвесторам. Нам есть, что сегодня с вами друг другу сказать, что были дискаунты и премии в виде один к полутора тысячам, один к двум тысячам. Сегодня один к тромствам пятидесяти, это тоже, друзья, абсолютно справедливо, но это все равно очень много. И к концу года этого, друзья, и этого, друзья, уже не будет, потому что это будет очевидно, и эта технология будет уже привлекать огромное количество людей. А мы с вами пойдем дальше со своим уже инвестиционным фондом, который дальше будет развивать и делать. И, соответственно, это, друзья, то, что сегодня строится вокруг той работы, которая делается вместе с Родом Хуком, как партнером, как участником проекта, как личным другом. Соответственно, это тоже каждый из вас, кто участвует в этом проекте, он принес к этому свой вклад. И это без преувеличения можно сказать, что это наша общая работа, и это будет наш общий результат. Алексей, тебе слово, а потом я уже сделаю небольшое завершение. Благодарим, Сергей Анатольевич. Дорогие друзья, на самом деле я хочу сказать в первую очередь новичкам, что мы уже прошли огромнейший путь. Действительно, мы бежим в марафон, мы не спринтеры, мы марафонцы. И в первую очередь я хотел бы поблагодарить тех, кто с самого начала не отступил от этого пути и развивает проект SkyWay, невзирая на то, что происходит в его жизни, невзирая на то, с какими сложностями. И все вы прекрасно помните, мы сталкивались. То есть это и Литва, и, собственно, не сразу появилась земля в том назначении, которым мы сейчас имеем. И, собственно, я приведу пример, потому что многие на самом деле обращаются непосредственно ко мне, к Сергею Анатольевичу по адресным проектам, потому что это определенную работу. Если говорить про такую более мелкую модель, то есть вот Родхук – это огромная такая модель и действительно фактически идеальный пример на сегодняшний день развития адресного проекта. И Родхук – это тот показатель, как нужно развивать адресный проект. То есть многие думают, что, чтобы развить адресный проект, необходимо найти какую-либо идею, донести ее до чиновников, пообщаться, что-то там подписать, и все само создастся, все само реализуется, образуется. Так не будет. И Виктор Игоревич Бабурин, наш Сергей Анатольевич, друг, знакомый, коллега и больше друг, чем знакомый, мы бы сказали, абсолютно правильно сказал на экофестивале, что если вы желаете развивать адресный проект, то найдите тех людей, кто хотя бы строил мосты, хотя бы строил какие-то здания и развивал какую-либо инфраструктуру. Если говорить про Рода Хука, это тот человек, который развил инфраструктуру Южной Австралии. То есть фактически проекты по расширению транспортной сети Южной Австралии, по расширению трамвайной колеи, по строительству различных инфраструктурных объектов. И представьте себе, что чисто от человека к человеку по принципу одного из моих любимых фильмов «Елки», то есть через теорию рукопожатий, Людмила Хьюз, замечательная женщина с Австралии, и мы обязательно поставим, вот я видел в сети, если у кого-то есть под рукой, Людмила Хьюз с газетой, рассказывающей о проекте университета Флиндерс, сфотографировалась и хотелось бы, чтобы эту замечательную женщину все знали в лицо. Потому что это действительно героиня, ветеран такой Skyway, которая начала огромный цикл огромного адресного проекта под названием не университет Флиндерс, дорогие друзья, но под названием Австралия, вся Австралия. И на самом деле Австралии уже занимались, и не с теми людьми, как говорится, и брак никогда не будет счастливым, если вы женились или вышли замуж не за того человека. Так и по адресным проектам, и так и, собственно, по всему направлению международной корпорации Skyway, потому что я прекрасно знаю, и каким образом отбираются кадры, какой действительно очень серьезный отбор проходят кандидаты для того, чтобы работать в ЗАО «Струнные технологии», и как легко можно потерять возможность, которая разбывает 100 лет, но это возможность, я имею в виду в качестве обретения работодателя, ЗАО «Струнные технологии», потому что это та корпорация, которая будет развиваться, 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 еще раз развиваться сквозь десятилетия, и, собственно, только наращивать обороты, это сугубо, на мой взгляд. И, собственно, в начале этой недели Виктор Игоревич Бабурин встретил рода Хука, это фактически уже друг, знакомый Анатолия Эдуардовича Ницкого, фактически уже семья Skyway, и очень примечательные многие факты, которые я отметил, дорогие друзья, то, что род прилетел, и для кого-то, может быть, кажется простой куртка Skyway, но очень символично, и я думаю, что это не то, что какая-то показуха, это действительно то, что род Хук, наверное, в мое предположение, испытывает гордость, что он развивает такой проект Skyway и помогает Анатолию Эдуардовичу Ницкому. Род Хук приехал не один, он приехал с целой делегацией, и там, я могу сказать, делегация из серьезных строителей, серьезных проектировщиков Южной Австралии, более того, даже если будут предложены условия, которые будут как-то ущемлять возможности заработать именно эти компании, то, скорее всего, эти представители согласятся на эти условия, потому что выбирать не приходится, то есть предлагает проект, и фактически для строителей, для подрядчика, для проектировщиков, это на полжизни бизнес, то есть это фактически загрузка мощностями и оборотом как для производственных предприятий, так и для проектировщиков на многие-многие десятилетия вперед. Естественно, никто не будет оказываться от этой возможности. И всегда я буду приводить сравнения, благо сейчас мы подготовили слайды, вот посмотрите на этот слайд, то есть строительство анкерной опоры, и буквально что произошло уже на этой неделе, то есть вы видите, насколько строительство развилось стремительно, действительно, за несколько дней буквально, и если кто-то будет гордиться медленно, то посылайте этого человека, но не куда-то далеко, а на наши вводные технико-экономические вебинары, на наши расширенные технико-экономические вебинары, мы с удовольствием откроем глаза тем, кто не верит, потому что действительно это суперскорость, и это не предел, это самое начало, это только самые зародыши, шаги, которые мы начинаем делать нашим организмом Skyway, который сейчас является ребенком, и вскоре он уже на коленках начнет передвигаться, потом встанет, и когда он встанет, я думаю, что именно создание индустрии нового поколения транспорта второго уровня заметит вся мировая, не только общественность, но и государственные деятели, и так далее, и сейчас ведется подготовка, и почва к этому зарождается. И на самом деле Родхук был поражен, просто поражен, скоростью строительства, тому, насколько оптимизируется все, что происходит на экотехнопарке, и вообще все, что происходит зао-струнные технологии, и даже вот задавали в чате по поводу конструкции второй анкерной опоры, она была оптимизирована, и, во-первых, назначение второй анкерной опоры уже не является музеем Skyway, транспортно-логистическим узлом, то есть это пересадочный пункт, и более того, также будет озелененная эта станция, и даже это, повторюсь, не станция, это именно остановка, и здесь не будет такого вот именно понятия, как транспортно-логистический узел. И Родхук еще в первой своей делегации с своей ассистенткой и директором по маркетингу, не просто ассистенткой, директором по маркетингу, когда посещал экотехнопарк, но не было концепции, которая на сегодняшний день является прорывной для всего Skyway, и на наш взгляд сугубо Сергеем Анатольевичем, то есть мы очень много штурмуем мозгом по поводу этого, некоторые вещи мы намерены, просто не имеем права говорить на вебинаре, потому что эта концепция вынашивается, и, можно сказать, целая эволюция, уже за год эволюция концепции сформировалась, и уже мы видим с вами фундаментные основания, ну, уже не передвижные, не на деревяшках, а уже, соответственно, утопленные в почве, и это очень важный факт, опять же, скорости строительства. Анатолий Эдуардович Ницкий сказал даже о том, что анкерная опора будет также в показательно быстрые сроки, фактически за сутки, можно будет смонтировать анкерную опору. Но мы неоднократно говорили, что трассу юнибайков на самом деле можно строить очень быстро, и очень простое строительство при обладании теми ноу-хау, которыми обладает международная корпорация Skyway, и вернемся к концепции понятия юнибайков. Род Хуб на тот момент не знал. Мне очень интересно было бы с ним пообщаться. Планировал на самом деле ехать, и сегодня у нас также выехали очень серьезные, так скажем, на серьезные переговоры. Виктор Тарасов, победитель по номинации лично-частная инвестиция, то есть ЛЧИ по московской бирже, это консультант ВИП-сегмента банка «Открытие», то есть один из главных, не то, что один из главных, главных консультант и ВИП-сегмента Сбербанка, это тот человек, который более 18 лет торгует в плюс. И представьте, что такой человек ведет вводные вебинары по инвестиционной и по финансовой грамотности. Просто думайтесь в это. Если бы для американцев Уоррен Баффет ввел бы вводные, вот у меня на слуху, естественно, вертится название технико-экономические вебинары, но в данном случае это вводные инвестиционно-финансовые вебинары, и это очень важно, дорогие друзья. Я категорически, повторюсь категорически, рекомендую вам просмотреть эти вебинары, и я некоторые вещи, не то, что некоторые, целые минуты, десятки минут, естественно, это накладывал на развитие проекта Skyway. И, собственно, вот ту фотографию, которую вы видите на экранах, она очень четко отражает, естественно, на первом месте, на первой позиции находится Анатолий Эдуардович Веницкий, и позади него действительно те люди, на которых можно положиться, о которых, если говорить, будем уверенными, что они не выстрелят в спину, они не воткнут кол, когда ты находишься к ним спиной, как это сделал товарищ Узлов, и, собственно, вот таких людей будет становиться больше. Есть еще один человек, дорогие друзья, мы не можем раскрывать его фамилию, имя, его род занятий, и, собственно, более того, Сергей Анатольевич также расскажет про судьбу нашего дерева с ним, которое мы посадили, что оно скоро будет плодоносить, и фотографию, которую мы обязательно вам покажем на этом вебинаре, ее как раз-таки сделал тот человек, от которого также в очень серьезном масштабе зависит, как и от рода хука, на сегодняшний день развития проекта в целом. И придет время, вы узнаете этого человека, но, скорее всего, время придет, когда финансирование, возможность финансирования еще будет закрыта. И многие задают вопрос, что всего привлекли чуть больше 7 миллионов, ну, сейчас это будет еще больше, вот за короткий промежуток достаточно, но все же нужно собрать 350, и еще как бы потенциал увеличивается, несмотря на то, что идет оптимизация, но нужно собрать намного больше, так скажем, чем ресурс краудинвестинга на сегодняшний день имеет в нашей инвестпроводящей системе, а это, соответственно, более 70 тысяч инвесторов, акционеров, которые инвестируют каждый месяц. И мы можем сказать, что есть все предпосылки, и всегда мы это будем повторять, что да, действительно, уже в 2017 году может возможность финансирования корневую компанию быть и закрыта. И очень важный момент, Ротхук, и вдумайтесь в смысл, и в понятийное значение фамилии, я на дневном вебинаре это раскрыл, так же, как я говорил про станцию, транспортно-логистический узел, то есть вот три буквы А я увидел, это высшая степень надежности, и это совпадение или нет, это чисто инженерные расчеты, но появилось три А, и значит так тому и быть, дорогие друзья. И Ротхук, это очень важное действие, без всяких напоминаний, без всяких, знаете, там, сценариев, как это обычно бывает у чиновников и так далее, он просто изъявил желание посадить елочку на экотехнопарке. И человек, который является серьезным чиновником, серьезным инфраструктурным строителем, даже полил это дерево, и, дорогие друзья, это говорит о многом, это говорит о том, насколько человек привержен к проекту, и, действительно, счастье распирает, когда видишь такие фотографии, и через эти фотографии чувствуется связь между Анатолием Эдуардовичем и Ницким и Австралии, Южной Австралии, и что-то мне подсказывает, что струнному транспорту не только в России быть, но и уже точно в Австралии быть, и уже точно быть в тех странах, проекты по которым, широкомасштабные, глобальные проекты, не просто проекты, вот как мы рассматривали в Челябинске, который исполнил свою миссию, еще не родившись, и донес необходимость применения юнибайков, то есть Урал, можно сказать, и является родоначальником, при внесении значимости стратегии, и в голове Анатолия Эдуардовича Ницкого всплыла там мысль, которая давно уже находилась, и не находила применения, время еще не пришло, и как раз таки с помощью Урала время юнибайков пришло, но только Анатолий Эдуардович это может придумать, и знали бы вы, как родилась концепция юнибайков, когда просто, буквально вот, несмотря на доску, Анатолий Эдуардович просто четверть юнибуса, не то что зачеркнул, но именно выделил часть и сказал, что вот таким образом примерно будет юнибайк. Мы были, естественно, не поражены, потому что уже привыкли к гению изобретательности Анатолию Эдуардовичу Ницкого, но мы были поражены, когда через буквально полторы недели была готова техническая документация, Анатолий Эдуардович в очень серьезном и быстром режиме сформировал концепцию юнибайков, дал задание на формирование технической документации, уже через несколько недель была готова визуализация. И то, что вы видите на самом деле вот именно в плане юнибайков, в плане визуализации, это не то, что просто красивые подвижные составы, это аэродинамика, это технологические расчеты. Красота, она рождается именно из науки. И на самом деле это будет основой транспортного мессенджера, транспортного коммуникатора, которым будут пользоваться многие люди на планете Земля. Если вначале не все, то как минимум многие. Это та красота, которая будет и станет абсолютно привычной, как сегодня стали умные часы, которые синхронизируются с смартфоном и так далее. Как сегодня мы через голосовое сообщение можем сказать «Окей, Google!» и вам найдут все, что угодно. Таким же образом вы сможете перемещаться через концепцию мгновенного перемещения из точки А в точку Б на сотни, и не побоюсь этого слова, десятки тысяч километров за короткие промежутки времени в 3-4 раза быстрее, чем вы на сегодняшний день перемещаетесь. И как раз таки то, что происходит в Австралии, дамы и господа, это то, что сформировало резонанс уже здесь и сейчас. И на самом деле нам, Сергеем Анатольевичем, именно как людям, кто занимается и общается с инициаторами адресных проектов. И в Красноярске у нас мощная команда, Алексей, двигается, и завтра будут переговоры очередные, потому что необходимо общаться постоянно. И нам стоит всем поучиться у рода Хука, у человека с замечательной фамилией. Вдумайтесь, смысл фамилии Хук. Хук это нокаут, Хук это победа, Хук это удар. Но мы не собираемся бить, мы не собираемся конкурировать с транспортной современной инфраструктурой. Мы будем приходить на те типа рельефа, местности, те месторождения, которые на сегодняшний день невозможно освоить, к счастью для нас, с современным транспортом, который используется на первом уровне. И как раз таки вот с очень звучной и со смысловой нагрузкой фамилии человек развивает широкомасштабно проект Skyway по Австралии. И, дорогие друзья, самое интересное, самое важное, что он развивает. Также в каком-то смысле я вот уже накладываю на концепцию сетевого построения корпорации через сеть. То есть буквально через сеть LinkedIn. Это тот ресурс, который использовала Людмила Хьюз для донесения информации до рода Хука и вообще нахождению замечательного этого человека. И я помню это общение по скайпу. Мужчина в плече этой рубашке. Никто не подразумевал, что будут такие очень серьезные телодвижения. Мы еще думали передавать еще наверх головной кампании. А может быть это все развод. А может быть это очередной аферист, который собирается довести до стадии заключения договора. И там все кончается на нескольких десятков процентов за страховку. И это сумма той сделки аферистичной, с которой мы много раз сталкивались с различными деятелями. Но это оказалось как раз таки то, что нужно. И многие задают вопросы, а сможет ли краудинвестинг. А краудинвестинг на самом деле, дорогие друзья, уже не один. Мы не одни. И мы как первопроходцы, как именно партизаны начали развивать этот проект. И сегодня уже присоединяется действительно флагман. Флагманы и в маркетинговой составляющей, флагманы и в инженерной составляющей. Они притягиваются как магниты. И по-другому быть не может. Потому что наш проект направлен на повышение качества жизни. Как любого человека, так и именно восстановления жизнедеятельности, нормальной жизнедеятельности нашей планеты. И были такие этапы. Я не раз приводил сравнение эпоху Рокфеллера, когда непереработанной нефтью были загрязнены реки и озера. И родхуки, вот эти вот действительно, имя фактически, неправильно говорить, нарицательное, но афоризм родхуки появится в каждой стране. И это, скорее всего, будут бывшие чиновники, отвергнутые современной политической системой, современной экономической системой. Но для нас, что очень важно, обладающие очень серьезным опытом в построении бизнеса и, соответственно, в поисках того, что может привнести не только капитализацию, но удовлетворить их личной амбиции в построении серьезных инфраструктурных бизнесов. Ну и немножко с транспортных цехов «Е-мобили». Если у Прохорова видеть создание этой легенды «Е-мобиль», я бы назвал погрубее эту концепцию, но не получилось ничего, да и не было задумано. На самом деле, неспроста эта концепция была сделана, потому что иначе, чем бы мы сейчас пользовались, это производственные мощности «Е-мобили», и при необходимости будет выкуплена даже полностью вся производственная мощность всех цехов. И, дорогие друзья, на самом деле, это не может не радовать, потому что уже по назначению и действительно инновационно расходуются те ресурсы, те мощности, которые фактически используются для создания фейковой такой индустрии или зорной индустрии, чего-то инновационного, как, собственно, и делает и Маск в некоторых своих веяниях, то есть SolarCity и так далее. Мы неоднократно останавливались, что никто и не увидел этих солнечных батарей для отапливания и функционирования целых домов. И многое-многое мы рассказывали и сравнение с Жаком Фреской и так далее. Одно мы можем сказать, что на сегодняшний день в информационном поле Земли нет уровня такого, как уровень генерального директора и генерального конструктора ЗАО «Струнные технологии». И самое главное, это команда, которая собирается, которая отсеивается и которая пополняется, с помощью которой, естественно, мы строим, будем строить, еще продолжим строить после капитализации в миллиарды долларов международной корпорации SkyWay, как SkyWay, как Transnet, так и уже SpaceWay на территории всей планеты. Потому что так тому и быть, как завещал лебедь Александр Иванович. И кто, если не мы, строй SkyWay, спасай планету, дай дорогу в мир Transnet. Алексей, я уже начинаю жалеть, что Алексей не будет вместе со мной в Германии послезавтра, в субботу, потому что, конечно, за вот эти вот два года, что мы с ним сейчас работаем вот в таком формате, идем, конечно, такие вебинары, они уже, и, конечно, совсем отличаются по качеству, как мы доводили информацию два года назад, там, год назад. Но это, друзья, это определенная работа, потому что все-таки у нас были дни с Алексеем, когда мы ввели по, Алексей, 8 вебинаров в день, ты провел по максимуму, да, сколько было, поэтому, вот, а 6 это было стабильно, сейчас мы 4-5 введем в это вот, и будем еще увеличивать нагрузку, то есть у нас сейчас большое количество, давайте, если по нашим конференциям будет сейчас большое количество оффлайновских конференций, начиная со следующей недели, наверное, то есть вот, я прилечу из Ганновера, и потом у нас пойдет 30-го, 31-го, 1-го, 2-го, 3-го, то есть большой Уральский цикл, потом 6-го, Алексей, по-моему, мы будем в Протиславе, да, потом у нас еще, то есть следите за расписанием, потому что оно очень плотное, где мы будем сейчас именно проводить такие живые встречи, по Москве мы начали активно сейчас вести, ну, я буду участвовать как минимум раз в месяц в таких живых встречах, вот, в онлайне буду включаться чаще, вот, поэтому, поэтому это, друзья, сейчас очень важный такой период, потому что ответственность перед сентябрем и октябрем очень большая, надо спланировать и провести огромное количество работ, это серьезные затраты, и без стабильного финансирования это, конечно, обеспечить невозможно. Сегодня благодаря программе рассрочек стабильность определенная есть, то есть есть определенная группа ответственных инвесторов, которые взяли на себя ответственность и сегодня инвестируют каждый месяц, это очень важно, причем, друзья, тут даже не важно какие суммы, важно, чтобы это было стабильно и постоянно можно было планировать приход, и второй, конечно, очень важный момент, что идут очень серьезные переговоры с заказчиками, очень серьезные, которые готовы выходить на предзаказы с инвесторами, которые сегодня ведут уже работу по привлечению институциональных крупных инвесторов. Это все, друзья, работа, которая активно развивается, делается и в сентябре-октябре мы реально ожидаем о том, что инвестиционные пакеты, которые мы сегодня с вами собираем, они будут сформированы, вход будет закрыт, и дальше мы перейдем уже к следующему этапу, как дальше работать, и как дальше строить нашу инвестиционную работу, и как дальше уже приумножать тот созданный инвестиционный капитал, который на сегодня сформирован. Это, друзья, конечно, будет развиваться только на фоне адресных проектов, и начиная с июля мы с вами, мы вам уже будем показывать первые адресные проекты, как они формируются, как они делаются, как они формляются и запускаются, то есть на этот предмет идет активнейшая работа, как Алексей сказал, мы сейчас не можем ее раскрывать, потому что это уже бизнес-работа, и бизнес-работа будет, естественно, раскрываться по мере того, как будут бизнес-интересы этому способствовать, то есть когда мы будем уже выходить и показывать так называемые рот-шоу, как это ведется в большом бизнесе, когда будут презентоваться уже крупным инвесторам определенные проекты. Это тоже, друзья, все не за горами, каждый день идет формирование обращения по новым адресным проектам, то есть ко мне практически и к Алексею, и вообще, то есть в главную компанию постоянно выходят люди с предложениями, но сегодня сформирована определенная методика, определенная концепция, как дальше они будут развиваться, будет четко сформирован алгоритм шагов, который перескочить или сделать что-либо по-другому будет невозможно, потому что в этом и заключается именно логика развития адресных проектов. Поэтому это тоже сегодня будет оформлено и также начиная с июля, ближе к августу, это также начнет запускаться именно уже в единой концепции, единой логики. Поэтому, что, друзья, можно сказать, что на сегодняшний момент идет очень важный этап и Ротхук, мы специально на этом сегодня остановились, это там серьезная иллюстрация. Еще раз скажу, что у меня будет экзамен в субботу примерно в 11, в 11.30, поэтому прошу подключиться к перископу в это время. Это будет перед нашим телемостом, который будет в час, поэтому будет время и поучаствовать, посмотреть в перископе, и посмотреть, и поучаствовать в телемосту. А дальше уже, когда будет после перерыва уже с часу до двух и в два начнется работа по круглому столу, мы с вами уже в процентном отношении посчитаем, как мы с вами именно со Скайуэем отработали вот из этих 50 инвесторов. То есть это тоже очень такой важный и серьезный момент. Поэтому время сейчас идет очень активное, работа не останавливается ни на секунду, я слежу постоянно, смотрю в чатах, то есть мы активно растем, активно работаем, люди активно привлекают сегодня новых сторонников, и это, друзья, не может не радовать, потому что это и есть для чего мы собрались, для чего мы доводили информацию, которая сегодня принята и дальше движется, и то, что сегодня уже реально приходят результаты. А то, что сейчас вот то, что Алексей говорил, заговорили уже о реальном финансовом фонде, о привлечении высокого класса финансовых специалистов, это говорит о том, что как мы декларировали и показывали горизонт цели, то есть подходим к одной, открывается следующее, следующее, и сейчас мы уже подходим к тому, что реально встает вопрос о том, как и что мы будем дальше делать после закрытия краудинфестингов, корневой технологии, потому что жизнь на этом, друзья, не заканчивается, а только начинается. И, соответственно, я думаю, что многим из нас и дальше участие в этом фонде, передача пакетов управления этому фонду, это также будет очень важная работа и очень важная с точки зрения дальнейшей капитализации тех инвестиций, которые мы сегодня... Так, дайте московское время поддержки. Значит, смотрите, конференция начинается в 10 часов, мое выступление будет между 11 и 12, точно по времени сказать нельзя, потому что это будет презентация 10 проектов, я буду где-то во второй половине из этих 10 презентовать, поэтому я уточню время в чатах, то есть будут люди, которые раскидают точное время по чатам, а так, когда включитесь в перископ, это будет еще раз между 11 и 12 часами по европейскому времени, по ганновернскому времени, по-моему, это плюс час к Москве, то есть на час раньше, соответственно, это по московскому времени будет на час позже. Вот, но уточним все это по времени и все это обязательно часть так. Есть новости по Чечне, по Чечне, друзья, соглашение и работа готовится, но основное, как сейчас, чтобы вы четко понимали свой вопрос, что все адресные проекты будут выходить в единую логику, которая сегодня создается, которая отрабатывается, и вот как раз работа и с Родом Хуком в Австралии, и работа с нашими партнерами в Израиле, в Америке, и в Гонконге, она как раз выводит на то, что мы должны четко понимать единую концепцию, она сегодня вырабатывается, и для Чечни мы готовим, сейчас прорабатываем уже соглашение по тому, как дальше развивать, делать проект, понимание у нас есть, делается все, к сожалению, не так быстро, но с чиновниками, наверное, по-другому и не должно быть, а должно двигаться так, как идет, поэтому у нас активнейшим образом сейчас идет проект по Самаре, как мы уже говорили, но все, друзья, это заработает только тогда, когда будет сформирован новый финансовый инструмент, который позволит адресные проекты еще и финансировать с помощью своего фонда, тогда мы будем приходить не просителями в любой регион, а именно как партнеры, и где от власти нам надо будет только сотрудничество, а не поклонение, что сегодня происходит, и как раз сегодня на ряде стран, я уже могу сказать, не регионов внутри России, а стран, именно такая концепция, такая работа отрабатывается, и когда она будет оформлена, а еще раз повторюсь, это будет июль-август, то, соответственно, мы это начнем уже дублицировать и запускать по всем регионам и по там, где будет уже готово и запускаться непосредственно адресные проекты. Ну вот, друзья, давайте на этом сегодня уже там, где я сейчас нахожусь, у нас тут уже полная ночь, тут на Риге всегда темнеет очень быстро, вот, еще раз скажу, что, друзья, 18-го числа у нас в час по московскому времени телемост, который будет плановый и который будет проводить Алексей Суходоев с Владимиром Масловым, я по мере возможности обязательно, как раз у меня будет перерыв в моей немецкой конференции, я обязательно в него подключусь, расскажу последние новости и мы с вами обсудим о том, как будем дальше. Спасибо, друзья, за то, что вы с нами, за то, что вы двигаете проект, что благодаря вам развивается проект Skyway и у нас с вами сегодня не стыдно уже что показать и за что отчитаться и сказать, что я к этому проекту имею непосредственное отношение, это каждый из вас может сказать, неважно на какой пакет акций у вас сегодня есть. И, друзья, как сказал Антон Даршин в начале репортажа «Строй Skyway, спасай планету». Всего доброго, друзья, до встречи в субботу в Перископе и на телемосту. Всего доброго. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко.